О, вы уже здесь? Ответьте мне на один вопрос. Что делают люди, и как они поступают, когда только открывают свой бизнес? Обычно люди совершают стандартные ошибки. Они экономят на всем, что только можно. Спрашивают и слушают советов у людей, которые никогда в своей жизни не открывали бизнес. Пренебрегают лояльностью и умением продавать. Не анализируют рынок и своих конкурентов. Сейчас мы с вами разберемся, каковы причины такой ужасной статистики. И как не закрыться и не отвалиться в первый же год открытия своего дела? А затем и вовсе автоматизировать свой бизнес. Можно ли построить бизнес спустя рукава? Не делать бизнес-план? Не изучать нишу? Не знать, что нужно твоему клиенту? Построить можно. Но самостоятельно стоять этот бизнес не будет. Либо в него придется вкладывать деньги, силы и время. Чтобы он просто-напросто не развалился. Почему нам постоянно говорят, что бизнес ради денег невозможен, не проживет, да и с обеих денег ты оттуда не достанешь? Как такое может быть, если сам бизнес в своем смысле заключен в заработке денег? Разве не этого мы ждем от него? Но тут не все так просто. Сейчас я вам попробую объяснить. Бизнес ради денег делится на два типа. Умный и тупой. Умный подход это знание ниши, знание потребностей вашего клиента и неспешное планирование каждого шага. Второй это тупой. Звучит как я хочу денег, дайте мне всего-всего и неважно как. Деньги, деньги, деньги. Человек, открывающий подобный бизнес, будет экономить на всем, покупая некачественные продукты, ломающееся бэушное оборудование и стараться вывести деньги при первой же возможности. Его услугами или продуктами никто не будет пользоваться. К нему не будут походить покупатели, а бизнес в день будет иметь проблем больше, чем звезд на небе и в итоге неизбежно закроется. Вернемся к умному подходу. Чем же отличается он? Посчитав и придя к выводу о том, что его целевая аудитория заинтересована в качестве, это юридические лица, готовые хорошо платить за качественный продукт. И он тщательно изучает виды оборудования и выбирает самый оптимальный вариант. Также мыслия здраво, он понимает, что может сэкономить на плитке и купить недорогую итальянскую за 200 тысяч, а отечественную в 10 раз дешевле. При этом функцию свою она будет выполнять ни капли не хуже. Но почему он решил заменить именно плитку? А на самом деле все очень просто. Арендует помещение он исключительно для производства. И оценить дорогой итальянский мрамор будет просто-напросто некому. Таким образом, траты на то оборудование и те вложения, которые непосредственно влияют на качество продукта, он решил оставить. А ненужные решил сократить или вовсе убрать. Умный прошерстил много книг и пообщался с большим количеством умных людей-бизнесменов. И пришел к выводу, что деньги это кровь бизнеса. С самого начала ее нужно запускать. И со временем постепенно этой крови и без дополнительных вложений будет все больше и больше. С вычетом расходов. Тогда-то он и будет по чуть-чуть возвращать свои кровные. Но до этого еще нужно доработать. А как вы считаете, может ли человек, желающий только денег и не желающий что-либо изучать, делать реально качественный продукт? Своим делом нужно гореть, пылать и пожирать информацию, словно пламя, древесину. Сейчас можно иметь достаточно знаний и немного денег, чтобы открыть свой бизнес. Знания могут заменить деньги. А вот деньги заменить знания не всегда. И не нужно рассказывать про найм классных специалистов и так далее. Вы не сможете понять, классный специалист или нет, если сами досконально не разбираетесь в этой теме. С тем, почему не стоит подходить к бизнесу спустя рукава, мы разобрались. Ваши отношения к делу и подход очень важны. Но что же требуется знать и понимать, чтобы построить успешный бизнес? Самая большая ошибка в бизнесе, это не разбираться в теме своего бизнеса и неправильное планирование или отсутствие планирования своих действий. Если что-то не получилось, значит есть проблемы. Если есть проблемы, значит их можно решить. Собственно говоря, для этого мои бизнесмены, чтобы решать проблемы. И не забывайте, что бизнес, работающий в первую очередь в интересах клиента, не может быть неуспешным. А за историей моего бизнеса вы можете проследить, подписавшись на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok